Пока только на картинке, но масштаб будущего Самарского планетария уже впечатляет. Именно здесь будет сформировано новое городское пространство «Площадь трех музеев». Оно объединит филиал Третьяковской галереи, музей «Самара космическая» и «Новый планетарий», который закрепит за областным центром статус космической столицы России. Проект готов к проекту. Прошел госэкспертизу в прошлом году. Проект подразумевает и строительство монтажной работы, и, конечно, оборудование. В новом планетарии, аналоги которым и сейчас есть только в четырех российских городах, должен появиться вместительный конференц-зал и отдельный выставочный павильон, посвященный самарским космонавтам. Переговоры с родственниками космонавтов о передаче экспонатов, костюмов и другой атрибутики планетарию уже ведет руководство музейно-выставочного центра. И, кроме того, уже договоренность есть с Политехническим музеем Москвы, с тем, что мы забираем крупногабаритные масштабные такие предметы, ну, например, корабль «Восток» в масштабе «Занкному». Это серьезно очень. О том, как живут космонавты на орбитальной станции, работают и отдыхают, как запускаются огромные ракеты в небо, и какие проводятся эксперименты, рассказывает министр культуры России Ольге Любимовой. И, кажется, она под впечатлением от того, как сравнительно небольшой музей вместил в себя столько полезной информации на космическую тематику. Четыре сейчас у нас космодрома, который запускает выставочное самарское ракетное. Вас выставлены? 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 Это объединит в себе сразу несколько функций – развлекательную, научную и образовательную. Чуть раньше параллельно строительству нового планетария для жителей региона распахнет в свои двери филиал Государственной Третьяковской галереи. Он станет единственным в России филиалом и откроется в бывшем здании фабрики кухни. На презентации объекта помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский и министр культуры России Ольга Любимова осмотрели помещение, где будут располагаться экспозиции, лекторий и кинозал. Много филиалов у Эрмитажа, много филиалов у Русского музея, но стопроцентный филиал, созданный с нуля, настоящий, полноценный – это вот это. Невозможно по картинке понять, насколько это прекрасное само по себе пространство. Не передает, как говорят подростки. Пока это не увидишь воочию, конечно, не поймешь, насколько уникальный был Екатерина Максимова проект, насколько действительно сложной была реставрация. Здание фабрики кухни в стиле конструктивизм было построено в 1932 году по проекту архитектора Максимовой в форме скрещенных серпа и молота. Символичный объект решили не перестраивать, а вот масштабная реставрационная работа провели внутри и снаружи. До открытия филиала галереи ведется активная выставочная деятельность на партнерских площадках с привлечением предметов из коллекции музея. С инициативой спасти здание фабрики кухни в 2012 году выступил Дмитрий Азаров, занимавший тогда пост мэра Самары и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Работу по сохранению объекта они начали вместе с представителями общественности. Мы получаем место по-настоящему творческой силы для жителей нашего региона. Вот же, что самое главное. Первый, как мы сегодня единственный филиал Критиковской галереи, открывается здесь, в Самаре, и это, конечно, событие мирового масштаба. Я уверен, это будет просто прорыв в новом культурном поколении, и в этом нет никаких сомнений. На мой взгляд, это идеальное попадание с точки зрения второго рождения уникального памятника советского конструктивизма. С самого начала мы задумывали это не просто как музей, а как образовательно-просветительское культурное место, где будут заниматься дети, где будут резиденции для молодых художников, где будет лекторий. Глава федерального Минкульта отметил, что у филиала большие планы. Здесь будет создана лектория, без которого невозможно представить музейное пространство. Сюда сможет приехать молодежь, общаться и получать дополнительное образование. Для поколения постарше будут организованы классические выставки. Это здание само по себе должно стать объектом огромного внимания тех, кто будет приезжать сама. Ради него одного стоит посетить потрясающий город, предстоящий на Волге, город, который невозможно не полюбить с первого приезда. В рамках презентации в Залах будущего музея состоялись театральные перформансы «Утопия на ужин», созданные хореографом Анной Аболехиной, художником Ксенией Перетрухиной и композитором Алексеем Сысоевым. Постановки посвятили прошлой, настоящей и будущей жизнездания. Пройдет совсем немного времени, и уже в 2022 году галерея заработает в полную силу, став филиалом одного из крупнейших и уважаемых музеев мира. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События.